Божьих благословений вам и добро пожаловать в Новый День в Победе. Мы продолжим говорить о дарах Святого Духа. Не всегда легко дать им точное определение, но можно дать достаточное для того, чтобы Бог мог использовать их в нашей жизни. Мы говорим с вами о дарах откровения, дарах, приносящих откровения. И особенно о слове знания, о слове мудрости и развлечений духов. И, конечно, когда мы читаем Библию, мы видим, что это не всегда совершенно ясно для нас. Все, что связано с определениями, и где граница, и где проходят разделения, потому что в Духе все не так. Ты можешь в общем что-то видеть, понимать, иметь общее понимание. И, например, дар пророчества. Пророчество — это что-то общее, пророческое помазание, писание пророческое. Итак, пророчество — это откровение. Что-то, что открывается нам о будущем или о ситуации и о состоянии, в котором мы находимся. Иногда мы говорим о всех этих дарах как о пророческих дарах. Но мы тоже можем говорить о пророчестве очень специфическим образом, и к этому мы еще вернемся. Я бы хотел сказать, что пророчество в общем смысле слова может быть своего рода смесью. Ну, как кофе, например. Ты можешь положить туда и сахар, и кофе, и молоко, и становится один напиток, хотя состоящий из трех или даже четырех компонентов, которые ты положил туда. Итак, пророческое помазание, пророческое послание может содержать в себе как слова знания, так и слова мудрости, так и развлечения духов. И более такое общее пророчество также мы читаем в 1 Коринфянам, 14 главе. Он говорит о пророчестве. И здесь Павел говорит такие слова. Достигайте любви, ревнуйте о дарах духовных. Он говорит именно это. Будьте полными страсти, но особенно о том, чтобы пророчествовать. Итак, пророчество должно быть желанно нами. Пророчество – это что-то, что мы все должны делать. Сказано в Деяниях во 2 главе, что и мужчины, и женщины, и сыновья, и дочери, и так далее, будут пророчествовать. Итак, способность пророчествовать приходит вместе с заветом, новым заветом, в котором мы живем, и с крещением Святым Духом, которое пришло с эрой Церкви, с эрой Духа Святого. И мы должны прислушаться к этому, мы должны взять это в наши жизни и использовать это гораздо шире, чем обычно. Мы обычно боимся пророчества. Я еще вернусь к этому также позже, но тем не менее. Но в более специфическом смысле слова Павел говорит уже в 3 стихе, 14 главы 1 Коринфянам, кто говорит, кто пророчествует, тот говорит людям в назидание, увещание и утешание. Кто говорит на незнакомом языке, тот назидает себя. Итак, здесь есть более общее определение пророчества. Это слова, которые назидают, слова, которые утешают и увещивают. Здесь ничего не сказано о будущем. Итак, я верю, что в общем смысле слова пророчество о будущем, но не только о будущем. Это элемент спонтанного говорения, в котором присутствует откровение, и оно входит прямо в жизнь человека, ободряет его, увещивает, утешает, назидает его и помогает продолжать идти. И в общем, конечно, пророчество – это что-то, что указывает на что-то, может быть, на что-то, что неправильно в моей жизни или жизни церкви, показывает на эту проблему и показывает будущее, выход. Вот почему это всегда соединено с видениями и мечтой, потому что видение касается будущего, это то-то, что ты видишь в будущем. В общем, все это течет вместе, вот эта работа Духа Святого. И не всегда она на 100% ясна для нас, но нам не обязательно стремиться к этой 100% ясности. Например, главное, что выходит из этого, какой желанный результат. Вот что имеет значение, а не просто точное определение того, что происходит. Нам, конечно, нужны определения, чтобы мы не заходили в крайности, чтобы мы не стали нездравыми. Конечно, есть истинное пророчество, есть ложное пророчество. И вот эти границы нам нужно знать в нашей работе и служении Господу. Но когда мы говорим о дарах откровения, у нас есть что-то, что мы называем речевыми дарами и дарами силы. И когда я следую за этим списком, который является общим, многие харизматические учителя используют, говоря о дарах, именно такое деление, когда мы говорим о трех группах, дары откровения, речевые дары, дары силы. Я бы хотел так сказать, что я хотел бы немножечко изменить речевые дары. Речевые дары — это значит способность говорить. Откровение — это способность понимать, принимать сверхъестественное знание. А вот речевые дары — это способность высказать это. И дары силы — это способность совершать, делать, проявлять, действовать в сверхъестественной сфере. И я коснусь деталей этого позже. Но речевые дары, и я, кстати, строю это на Писании, в Первом Коринфянам, 14 глава. 14 глава. Мы только что это читали. «Кто пророчествует, тот говорит людям назидание» и так далее. И четвертый стих. «Кто говорит на незнакомом языке, тот назидает себя, а кто пророчествует, назидает церковь». И желаю, чтобы вы все говорили языками, но лучше, чтобы вы пророчествовали, ибо пророчествующий превосходнее того, кто говорит языками. Разве он при том будет и изъяснять, чтобы церковь получила назидание? Итак, это, конечно же, результат того, что было высказано, что происходит как результат в церкви. И потом Павел продолжает и говорит, если кто-то войдет в церковь, и потом он говорит, если в этот момент говорится пророческое слово, тогда он пойдет и признает, и скажет, что Бог воистину с вами. И вот такой способ выражения этого, того, что Павел говорит, значит, что когда есть высказывание, когда есть слово, вот почему мы называем это речевые дары, люди будут чувствовать Бог здесь. Бог говорит мне, они будут чувствовать присутствие. Я говорил уже о том, что Дух Святой приносит силу откровения и силу присутствия, и любовь Божия течет через откровение и через проявленное присутствие Духа Святого. Когда Его присутствие проявляется в святости, в любви, в праведности, люди в своих сердцах и в телах также могут падать и говорить, я чувствую Его любящее присутствие, и я знаю, что Он хочет чего-то для моей жизни. Бог очень заинтересован в том, чтобы иметь близкие отношения с тобой и со мной. И мы знаем, что Он, многие люди знают, что Он есть, но они думают, что Он где-то далеко-далеко-далеко-далеко, но Он также обитает в сердцах тех, кто обращен к Нему, те, кто имеют смирение в своей жизни и так далее. Вот те люди, кто сокрушены в своих сердцах, и так Он очень близок к нам, и мы чувствуем Его присутствие. И я верю, что эти дары, речевые дары, дары присутствия, пророчества, истолкования языков и говорения на их языках, когда они инициированы Духом, они приносят удивительное присутствие. Итак, я иногда чувствую, что мы можем слишком толкать это по плоти, но когда мы чувствительны к Духу, как использовать дар языков и истолкования, и пророчества, тогда это сразу же приносит присутствие Божье, что Бог посреди нас, Он не просто говорит к нам через какую-то трубу и говорит «У-у-у-у-у», и Он близок к нам, как Иисус. Он подходит и говорит очень мягко, прямо в твою жизнь. Итак, сейчас, если мы вернемся снова к слову знания, например, Нафанаил, он сидит под смоковницей и сомневается о том, что Иисус Мессия. Возможно, у него были причины какие-то, никто не слышал, что Мессия будет из Галилеи, и люди не знали, что Иисус родился в Вифлееме. Это не было известным фактом. Итак, он начинает сомневаться. Иногда хорошо быть немного скептичным. Я бы сказал, что в протестантском христианстве и среди евангельских христиан и харизматов иногда в евангельских кругах люди бывают немного антихаризматично настроены. Мы бываем скептичны к любой форме проявления Духа Святого, к любой форме заявления «я слышал это от Бога» или «Бог сказал мне это». Итак, это не Библия. Мы почти выталкиваем веру из своей жизни и перестаем быть чувствительными к Духу Святому. Так что мы должны научиться истолковывать это и реагировать на это правильно. Итак, есть своего рода евангельский скептицизм к любой форме сверхъестественного. И Господу нужно разделаться с этим в нашей жизни, потому что часто это страх или гордость. И у нас есть так много знаний, мы думаем, и через знания мы своего рода контролируем Писание, контролируем Откровение. И мы никогда не сможем это контролировать, потому что это очень-очень важно, чтобы мы поняли, что Библия безошибочна, Библия точна, Библия совершенно уникальное Писание и книга. Здесь в этом мире все-таки Иисус, Ему мы поклоняемся. Библия говорит об Иисусе, а Иисус, тот, кому мы поклоняемся, но мы абсолютно верим в то, о чем говорит Библия. Мы должны уметь все-таки различать это. То, как мы это различаем, это через Дух Святой. Дух Святой рисует и формирует картину Христа для нас очень ясно. Итак, Иисус начинает строить отношения с нами, и мы начинаем понимать, что это не просто теологическая система, хотя нам она нужна, это не просто книга, это не идеология, это не социальное движение, это Личность, Он, который Бог и человек, Он, кто наш Искупитель, наш Спаситель, Ему мы поклоняемся в Духе и истине. Итак, дары Духа Святого, особенно речевые дары, производят и рождают это присутствие, где Христос является как Мессия, как Царь, как Наш Искупитель, как Наш Примиритель, как Нас Искупитель, как Наш чудесный-чудесный Царь Царей. И Господь, Господь во всей своей красоте, во всем своем величии Он приходит через дары Духа Святого. Спасибо, что были с нами. Мы продолжим говорить больше об особенностях даров. И это так интересно, потому что есть столько разных грани, есть столько богатства в жизни с дарами Духа Святого. А пока Божьих благословений вам и нового дня в победе! Субтитры подогнал «Симон»!